Игорь Растеряев, стихотворение Деда Гван Я не видал родных дедов, и видеть мог едва ли Все до рождения моего они поумирали Но я не обделен судьбой, я все равно счастливый Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый Он был герой и ветеран, такой, что прямо с книжки для всех А я ему кидал за шиворот ледышки Я про войну все с детства знал Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал С тарелкой манной каши Все было так, он мирно пас овец у Арарата И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада Чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе Но вдруг подъехал Деда Гван, он был резко против Подъехал, правда, не один, стекали словно греки Туда и тысячи грузин, казахи и узбеки Разноязыковой толпой они в окопы сели И в тех окопах все гурбой мгновенно обрусели Вместо овец на этот раз другие были звери И дед прицел свой тигра пас Крутил хвоста пантере По-русски с ним общение шло сперва не идеально Но фразу «башню сорвало» он понимал буквально Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши Внимая, как они пошли на запад пешим маршом И как всегда, который раз в итоге накидали А дальше был такой рассказ, как в слезном сериале Берлин, Апрель, земля дрожит, снаряды пули градом И дед по улице бежит с трофейным автоматом Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней С собой деда пять гранат Вдруг глядь на куче щебня Лежит, скулит от страшных ран Один, как щепка в шторме Такой же, как и он пацан Но лишь в немецкой форме И деду тычет на окно Руками объясняя, что он у дома своего Лежит и умирает Что там родители его Что он берлинский местный Его войной домело до своего подъезда И дед поверх своих поклаж Хоть не был самый сильный Звалил его и на этаж Туда, где папа с мамой Туда, где взрывом балку повело Где теплится лампада Встречайте фрау своего Немецкого солдата Дед, говоря про этот миг Вдруг резко изменялся Про страшный материнский крик Про то, как там остался Как в кухне, где горит шандал Воды ему нагрели Как с грязью ненависть смывал За годы и недели Как спал на белых простынях Среди войны и ада И видел сны о мирных днях В долине Арарата Как утром снова он пошел К победной близкой дате Услышав сзади Данкишун Ответив им Прощайте Я тут перебивал всегда Дослушивал едва ли Дедунь, что за ерунда Давай, как вы стреляли Давай, как ты горел в огне Чуть не погиб на мине Неинтересно было мне Про простыни в Берлине Но дед Чего-то замолкал Шел за добавкой каши И кашу снова в рот толкал Чтоб стал быстрее я старше Его уж нет А я большой И вдруг я докумекал В тот день Был самый главный бой За звание человека